Это аляскинские хаски, то есть собака специально выведенная для спорта. Метис, для него его религия это бег, только ему больше ничего не нужно. Если он не может бегать, все, это для него уже жизнь и удовольствие. Он готов бежать всегда, везде, в любую погоду, в любых условиях. И это вообще, можно сказать, свойства таких спортивных собак. Все они устроены по такому принципу. Для них самое главное это бег и хозяин, и работа на хозяина. Для них это самое большое удовольствие в жизни. Для этого они были созданы. Селекция собак проводилась уже порядка 70 лет. То есть это очень долгая линия, долгая работа над выведением рабочих качеств. То есть, как вы можете видеть, кто-то считает его смешным. Для меня, конечно, он очень красивый, самый-самый лучший. Самое главное не внешность собаки. Самое главное то, как он работает, с какой скоростью он бежит, насколько он сильный, насколько выносливый. Внешние качества – это уже дело второе. Здесь можно увидеть у него голубые глазки. Это еще, говорят, далекие предки когда-то были. И сибирские хаски, и те американские собаки, выведенные на Аляске, тоже имели голубые глаза. Это уже европейская линия Аляскинской хаски. Они более быстрые. И вот Cheetos, например, он Аляскинской хаски для спринта. Он достаточно крупный, сильный, но его максимальная дистанция – это 12 километров зимой. А летом – это 7-8 километров. Летом Аляскинским хаски работать немного сложнее, чем другим метисам, специальным спортивным, потому что у них все-таки есть какая-нибудь маленькая шерсть. Ее мало. Зимой они все равно живут в достаточно теплом помещении, потому что, конечно, морозы российские в минус 30, вынести на улице они не могут. Летом, да, они живут на улице спокойно. Максимальная скорость, которую может такая собака держать в свободном беге – под 50 километров в час. А в упряжи, когда мы работаем, например, сегодня наша максимальная была 42 километра в час и средняя скорость ближе к 30.